Дело в том, что те силы, которые заходили, это не было стопроцентной готовности. То есть там сил, если около 70% тех сил, которые заходили, не были готовы воевать абсолютно. Некоторые были даже без БК, даже без экипажей. В танках иногда по одному человеку было и все. Потому нельзя говорить, то есть нельзя линейно сравнить. С одной стороны, не очень много всего потеряли, то есть потеряли и техники, потеряли и самолетов, и людей в том числе. Но с другой стороны, особенно после того, как они включили режим набора в армию, это весной, по-моему, апрель-май, они начали набирать контрактников уже готовых, тех, которые прошли боевые точки. И военнослужащих, бывших, подняв меркантильную составляющую этого контракта на несколько сот тысяч рублей, потому они набрали уже более-менее боеготовые подразделения. Майский заход был уже намного профессиональнее, чем те, которые даже заходили в начале года. А за полгода те оставшиеся в живых контрактники, которые еще набирались весной, они уже получили очень мощную профессиональную подготовку. Сейчас это все, все это, вся эта подготовка чуть нивелирована тем, что заходят частично мобилизованные. Они размывают эти части, размывают эти подразделения, которые раньше были готовы. Их надо было, с их точки зрения, их надо было просто сводить, не укрупнять, не добавлять частично мобилизованных, а просто сводить в одни части, частично мобилизованных отдельно для того, чтобы выполнять задачи. Но тем не менее, они пошли по стандартному советскому нарративу с доукомплектованием. То есть, сколько бы в части не оставалось людей, их просто доукомплектовывают до штатного расписания части. И все. А вот уже этим они размазали, размыли профпригодность частей. Потому они получили, с одной стороны, воинские подразделения сейчас численно готовые, но профессионально даже худшие, чем были доукомплектования. Очень сложно ответить на такой вопрос именно линейно. То есть, мы сейчас имеем своего противника, с одной стороны, в профессиональном отношении лучше, чем те, которые заходили в начале года, но исходя из недавних отношений, то есть до частично мобилизации российской, худших уже в профессиональном отношении. А вот техники, техники мы, конечно, и в ленд-лист получили немало, и выбили техники, особенно новые. Заходили они на новых, новейших образцах техники. Мы ее очень неплохо над ней поработали, поуничтожали. Сейчас у них техника в основном старых образцов. Ничего нового они уже придумать не могут, ничего нового практически не производят. Поднимают старые советские образцы техники, их восстанавливают. Иногда апгрейдят. То есть танки могут покрывать броней активной, то есть могут ставить какие-то лазерные прицелы, прекрасные тепловики, то есть могут апгрейдить технику старую, но она все равно остается старой техникой. Авиацию мы в начале очень неплохо довольно-таки положили, приземлили. Причем, с одной стороны, можно сказать, около 30 процентов российской авиации легло в количественном отношении, если считать по бортам, но по летному составу практически две трети готового летного состава мы уничтожили в течение этого года. Две трети, то есть треть осталось готового летного состава. Летчика подготовить надо несколько лет, а если с нуля, то лет 7-10. Потому летный состав уже не восстановится, хотя техника у них может быть и есть. Почему мы летный состав, вернее, летчиков и самолетов не видим на театре военных действий. Во-первых, они боятся подлетать. У нас очень сильная противовоздушная оборона. Они боятся к ней подходить. А с другой стороны, у них уже не осталось боеготовых летчиков с определенными летными качествами. И это хорошая новость. Но, пан Роман, я под завершение подготовила найважное вопрос, найважную тему, потому что она сейчас как раз в топ. Это ситуация на Бахмутском направлении. Никто даже не понимает, что это сейчас сложная ситуация. Больше, например, российская пропаганда. Они пишут про то, что Бахмут буквально за круг до оточения. Я никогда не верю в российскую пропаганду. Я знаю, что они завжди брешут. И вы правильно в другом теме, даже про наступ на Киев, говорили про ИПСО. Это все для наших настроек в том числе. Но что вы скажете про ситуацию, которая там склалася. От, с одного боку, например, Институт вивчения войны, он называет Бахмут великой пасткой для Российской Федерации. Потому что я соби только визуализую и не бачу цієї картини. Но мне кажется, что это в буквальном смысле мясорубка. Мясорубка, которую поставили Збройные силы Украины и туди просто застрибуют российские злочинцы и вагнеревцы. Что там происходит? И чем, я не знаю, насколько это возможно, чем может завершиться этот бой на Бахмутском направлении, который, кстати, третит много месяцев. Просто сейчас невероятное загострение. Почему сейчас обострение? Потому что где-то с лагом в полтора недели российские войска успели убежать от наших войск на правом берегу Херсон. Из Херсонской области. То есть они уходили в течение недели-двух под прикрытием местного населения эвакуации. Они ушли из правого берега и тут же появились на Донецком фронте, увеличив количество боевого поражения, которое может наносить этот фронт. Именно только Донецкий. Эта неделя-полторы хватило и нашим войскам, нашим резервам также переправиться через Днепр, продолжив по дальшему маршруту. То есть нам приходилось, во-первых, зачищать правый берег, а во-вторых, после полной зачистки выхода на новые рубежи вдоль Днепра, только после этого мы смогли резервы перебросить на усиление Донецкого фронта. Потому был у них лаг неделя-полторы, в течение которой они действительно увеличили свое присутствие и, естественно, боевое поражение. В некоторых местах на нескольких километров они даже смогли продвинуться. Это район Угледара, мы уже там вернули, район Авдеевки. Также вопросы сейчас там решаем. И южнее Бахмута они действительно смогли продвинуться за это время до Курдюновки. Практически это вдоль водовода, который идет за Бахмутом на Горловку и на Донецк. То есть вот максимум это все максимальные их достижения за то время, пока подошли наши резервы. Сейчас проведена в районе Бахмута ротация, новые силы свежие и, естественно, с вооружением и с новым вооружением в том числе. Сейчас зашли на Бахмут, удерживают это направление. Россияне действительно здесь убиваются об нашей линии обороны. Эта линия обороны была еще создана в течение, создавалась в течение нескольких лет после Минска второго. И именно эта линия обороны удерживает сейчас россиян. Там действительно для россиян мясорубка, так как в основном наши войска находятся в городах, используя городскую черту как линию обороны. А россиянам приходится наступать из поля. Причем поле луганские, донецкие степи, они довольно-таки в зимний период очень жесткие. То есть в районе нуля градусов температура, влага иногда бывает под сотню, там находиться долго невозможно по колено в грязи или в воде. Сейчас чуть подсохло и в принципе вопросы и наши в том числе будут войска решать с задачи наступления. Но россияне там действительно в режиме насорубки находятся. Бросить они это направление не могут, так как заявлено о освобождении с точки зрения Донецкой области. Это заявлено, это поставлено во глубу угла. И если они это не выполнят, тогда непонятно, зачем они тогда вообще сюда заходили в этом году. Потому все силы российских войск, которые более-менее бои готовы, стянутые в район, ну не только Бахмута, я бы не сказал, что только именно Бахмута, а всего донецкого направления. Им надо очистить от украинских, с их точки зрения, от украинских захватчиков Донецкую область. Бахмут это для них пози-хорли. Ну мы этим пользуемся, там самое большее, максимальное уничтожение российских войск в районе Бахмута происходит.